Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы. Сегодня 25 июля, вторник. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании ИнстаФорекс, логотип которой, как обычно, вы наблюдаете у меня за спиной на ежедневной основе. Итак, друзья мои, напоминаю, что основным событием этой недели будет ставка. Ставка ФРС завтра, в среду в 21.00, а 21.30 будет пресс-конференция ФРС. Я думаю, к этому день будет готовиться не только трейдеры, но и маркет-мейкеры. А что они там задумали, давайте посмотрим на графики. Поехали. Итак, перед вами самый что ни на есть настоящий мета, я извиняюсь, трейдер 4 и котировки золота, которые раскинули свои японские свечи по графику. Ну вот, зайдя в однозначный такой вот горизонтальный флет. Это логично перед крупными новостями, друзья мои. Всегда так бывает, всегда так бывает. То есть, обновили по лоям всех, по хаям всех и зашли в зону консолидации перед выходом новостей. Ну, понятно, что новости не сегодня, но у меня 4-х часовой таймфрейм, это всего несколько 4-х часовых свечей и привет новости. В этой зоне сейчас идет борьба, да, все, кто покупает, будут стопиться за лоя, кто продает за хая, ну и, собственно, вынесут, я думаю, тех и других. Вот, но с точки зрения системы охоты за стопами, price action, я пока здесь ничего интересного не вижу. Ланговая тенденция не сменилась. Впереди новости, на которых могут быть серьезные провокации против продавцов, либо покупателей, и я бы перед такими новостями, конечно, в рынок не лез. Переходим к евро-доллару. Еврик валит вниз, кстати, очень здорово. Вчера подрезали продавцов и, собственно, летим, летим дальше уже с этого подреза на 1000 пунктов. Очень странно, что перед новостями у нас рынок падает. Ну, понятно, что еще не скоро, не скоро у нас новости. Не сегодня, но завтра. Вот, и все это похоже на натяжку перед этими новостями. Новости, как правило, выходят против движений, которые им предшествуют. Ну, как вы знаете, покупайте на слухах, продавайте на фактах и наоборот. Поэтому я скептически отношусь к этому движению. Вот, жду новости, жду новости, потому что перед новостями просто так заходить. У нас ничего пока любопытного нет. Да, есть основание инициативного бара, вот, который у нас был 12 июля. Скорее всего, его вынесут и после этого может пройти коррекционное движение. Ну, примерно, примерно вот так можно на что-то рассчитывать. Но это очень такой, скажем так, жидкий прогноз. Ну, даже не прогноз, а возможная схема движения. Что вероятность продолжения тренда выше, вероятность разворота. С точки зрения охоты за стопами, ничего интересного, ни на недельках, ни на дневках, нет. У нас внутренний бар расторговывается вниз, вот, и по внутреннему бару, по второй цели внутреннего бара, всегда основание вот этого кульминационного, внутри которого он сидит. Первую цель забрали сразу, вторая находится здесь. Возможно, дотянемся до нее, и потом рынок зайдет во флэт. Пока зон накопления, за которой можно поохотиться в рамках системы охоты за стопами, нет. Переходим к доллар-канадцу. Доллар-канадец восстает из пепла. У него есть очень любопытный лонговый слом. Но, правда, к этому слому мы уже подходили раз, подходили два, подходили три, подходили четыре. Я сомневаюсь, конечно, что много дадут еще движения наверх. По доллар-канадцу прошло у нас пару уже шартовых сломов, то есть, вот, вернее, здесь был слом хороший пятнашка, в него уперлись, упали, удержали вот этот слом. Сейчас держим уже вот этот слом, вот, поэтому, скажем так, побычий инструмент вообще не выглядит. Но, в любом случае, этот треугольник, который сейчас загоняют этот инструмент, растрагуется завтра вечером. Поэтому, подождите, если вы открыли покупку или продажу, она, скорее всего, закроется завтра. По стопу либо по тейку уже покажут сами новости. Фунт-доллар упал в свой зеркальный уровень и пытается здесь от него отбиться. Я не верю в эту ерунду, на самом деле, просто черчу то, что чертят большинство трейдеров, чтобы понять их психологию. Если вы торгуете сломы, в данном случае аж 4, то они находятся выше и ниже текущей цены, докуда фунт пока не дошел. Доллар-иена. Доллар-иена у нас на недельках дало поглощение от уровня, кстати, довольно технически грамотный сетап. Вот. Но, с другой стороны, инициатива, которая прошла у нас на дневках, ну, да, на дневках, можно сказать, внутри месяца, она тоже присутствует. То есть, у нас есть реакция на уровень поддержки, которые так любят трейдунишки. И у нас есть шартовая инициатива, и рынок стоит внутри всего этого многообразия. Вот. Но, если вы хотите определиться все-таки с направлением по этому инструменту, и, наверное, все-таки лучше дождаться именно фомок для того, чтобы понять импульс, да, и от этого импульса уже идти либо вот с этими нижними быками, либо вот с этими продавцами, которые дали шартовую инициативу в июле месяце. Австралийский доллар. Австралийский доллар меня сейчас интересует больше всех, потому что у этого товарища на данный момент самая четкая картина в рамках системы охоты за стопами. То есть, двойная вершина по котировочке 0.69, вот, хорошая инициатива, откат, может быть, еще закинут разок вниз, но общий план я вижу вот таким образом, инструмент может продолжить свой лонговый импульс вплоть до верхней границы будущего диапазона. Ну, это, конечно, такие хотелки далекие, но 69 уровень это самая такая сладкая цель. Возможно, именно на новостях она будет достигнута. Доллар-франк. Доллар-франк, если вы набирали в ланге нападению, должен уже у вас плюсовать. Если дотянется до зеркального уровня в этой зоне по котировочке 87500, фиксируйте сетку лимитных покупок. Напоминаю, что с доллар-франка и дальше по всем красам мы рассматриваем идеи исключительно в рамках сеточного метода торговли. Канадец-франк не обновил минимум текущего года, стоит на лоях. Если новости закинут его вниз, будем подбирать в ланге с шагом не менее 500 пунктов по пятому знаку. Канадец-иена, если даст обновление вершины текущего и прошлого года, будем набирать шорты. В этой зоне пока не интересен этот инструмент. Франк-иена тоже сдувается потихонечку. Надеюсь, что кульминация уже прошла роста и мы будем потихонечку возвращаться на ближайшие зеркальные уровни. Ауди-кад пока флетит в своем привычном стиле. Ждем, когда инструмент выйдет в зону магических, естественно, сильных прямоугольников. Новозеландец-канадец. Та же самая история зеркальна с ауди-кадом. Пока стоит вне зоны наших синих интересов. Новозеландец-франк. Если его набирали на лоях, скоро выход на зеркальном уровне 0.54. Не забудьте поставить тейк-профит. Австралийц-новозеландец. Пока флетит в своем привычном стиле. Ждем, когда достигнет хотя бы 1.10700. И здесь будем набирать. Пока инструмент находится во флете. Ждем, когда он зайдет за его границей. Нефтяночка. Нефтяночка вышла в свой Тузимун. 78. Что хочется отметить. Довольно техничные были откаты к сломчикам. К сломчикам. Особенно вот в этой зоне. Я не успел здесь зацепиться. Но и на прошлой неделе был очень четкий тест слома. При наличии двойной вершины можно было прокатиться в лонге. Сейчас конечно уже поздно пить боржоми. Но прям здоровый инструмент подрос. Логично. Логично. Рост нефти. Это легко объяснимо. Так. Что касается биткоина. Биткоин пробил все свои лонговые площадки. Ну я имею ввиду лонговые. Выбил покупателей из рынка. И как на споте, так и на всевозможных биржах уже внизу все пробито, что можно. Естественно скальперы все уже смотрят в дно. Но как обычно. Вот. Тоже пишут мне много народа. Что будет с криптой. Я в этой зоне не прогнозирую инструмент. То есть я периодически, периодически он попадает в зону моего внимания. Если появляются площадки. Вот площадки появляются. Я с них могу что-то выдумывать. Да. Если нет площадок. Вот эту мы били площадку. Потом вот эту мы били площадку. Не помню. Вот эту били. Либо нет. Вот с этого пин-бара. Вот эту взяли со второго раза. В общем периодически он подкармливает. Подкармливает. Но в этой зоне может произойти все что угодно. Если я скажу он будет расти. Вы его купите с какими рисками. Ну к примеру. Вы купите по 29. А стоп поставите по 24. 5000 долларов. А ты где? На перехае в 31. То есть взять по 29. Забрать 31. Взять 2000 долларов с риском в 5. Но это тоже неправильный вопрос. Поэтому мне нужны ситуации. Либо с хорошей рентабельностью. Либо от стопа. Но чтобы он был объективный. Здесь я пока объективности не вижу. И этот инструмент мне сейчас не интересен. Так. Доллар рубль. Стоит уже практически месяц. Скоро будет стоять. Он у меня недельный таймфрейм. Вот однозначно нашел какой-то баланс. Но конечно баланс такой себе. По 90. Мало кого радует. Американская фонда. Перед фомочками. Вся прям заряжена в ланге. И вот вчера тоже опять новый пин-бар у нас в рамках бычьей тенденции. Такой остановочный. Но все, что будет происходить сегодня и большую часть дня завтра вообще не имеет никакого смысла. Потому что все события будут завтра вечером. Так. Что касается индекса доллара. Он неплохо восстановился за сотку. Вот сейчас все будут говорить, что это ложный пробой. Индекс доллара пойдет в новый тузимон. Я на самом деле скептически отношусь к этим делам. Если анализировать сломы, от которых я собственно и поймал это падение. То у нас пока еще ничего не произошло такого серьезного. Вот да, был хорошее движение вниз. Пока не обновится вот этот хай. У нас движение. У нас структура нисходящая. Возможно набьются новые какие-то экстремумы. От которых бы можно плясать. Но пока перед нами только зона сопротивления техническая. И все. Структура шартовая. Ничего здесь пока нового нет. Возможно фомки что-то изменят. Но не думая, что там один-два дня действительно что-то поменяет в этом инструменте. У него явный шартовый тренд. Так. Что касается больших кроссов. Еврокат. Очень здорово. Очень здорово отработал свои два слома. Если вы продавали от слома по 1.48. Выход с тейком должен быть вот уже буквально можно по большому счету и фиксить. То есть от слома до слома очень здорово можно трейдить. И не заморачиваться всякими пробоями. Которые менее вероятны, чем обычные тесты сломов тенденции. Евро Ауди не дал перехай все-таки текущего года. Но я надеюсь, что дадут. Потому что здесь очень шикарная цена для набора сетки лимитных продаж. Так. В принципе пока все. Так давайте посмотрим ответ на вопрос на ютуб канале. У нас три комментария по вчера. Все от Ядова. Радуется по нефти. Ауди доллар ждет на долгосрок. В 0.68. А это уже и 71. 73. Ну я не знаю таких людей. Кто столько будет держать. Вот может быть на демо счете. На реальных счетах. Если человек продержался тысячу пунктов по пятому знаку. Уже можно ему дать приз. Так. По большому счету пока все. Напоминаю, что под каждым видео с моим участием есть масса тайм-кодов. С помощью которых вы можете лихо путешествовать по моим валютным фантазиям. Есть почта для связи, которую я не читаю. Есть открытый телеграм-чат, где вы можете общаться, задавать вопросы, предлагать свои торговые идеи. Либо в принципе какие-нибудь идеи по торговле, по индикаторам, по системам. Ну в общем здесь такое живое общение. Почти 500 человек. Почему не 500? Потому что половина я баню. Я баню. Ну что поделать. Должен быть порядок. Есть партнерская программа МС Инстафорекс. С помощью которой вы можете не платить свапы вообще по валютам. Это очень круто для тех, кто держит позиции долга. Либо для сеточных трейдеров. Которых становится все больше и больше в Инстафорекс. В рамках этой плюшки. Такой вот. Которой нет у других брокеров. И также через эту ссылку вы можете открыть и пополнить счет от 1000 долларов. И торговать на ультра спредах. Которые в три раза меньше. Тех, которые вы привыкли видеть в терминале Инстаграм. Это Форекс. Также для всех моих рефералов доступен закрытый телеграм-чат. Где мы обсуждаем исключительно торговые идеи. В том числе и внутри дня. Добро пожаловать в мою партнерскую группу друзья. На этом на сегодня у меня все. Понравилось видео ставьте лайк. Пишите комментарий. И до встречи завтра утром на очередном обзоре рынка Форекс. Всем пока.